Ручная работа. На изготовление одного такого платка уходит около 10 дней. Целый ряд, где каждый второй что-нибудь вяжет в ожидании покупателей. Халва Саясовна на Северном рынке уже два десятка лет. Вязать ее в детстве научили родители. Ремесло стало профессией. Есть постоянная клиентура. Наравится людям. Наравится, повторно идет и покупает. Каждый год даже. Лечебно, полезно, никто не жалуется. Любовь Михайловна экономист. В 2012 году вышла на пенсию, но решила, что опыт пропадать не должен и открыла небольшое собственное дело. Это специальные бесплатные места для пенсионеров. Такие лебеди из местных раковин стоят 20-30 рублей, а вязаные изделия для малышей до 100 рублей. У меня пенсия небольшая, 8 тысяч с копеечками всего. Социальные ряды появились недавно. Есть также места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них же и специальные места на стоянке. Сегодня в ассортименте у предпринимателей более 10 тысяч наименований. Обувь на любой вкус. Одежда от футболок и рубашек до курток и шуб. Уголок, где все для дома и кухни. Недорогая электроника, гироскутеры. Многие вещи те же, что и в магазинах, но ощутимо дешевле. Целый ряд с велосипедами для взрослых и детей с самокатами. Причем уровнем сервиса здесь, что называется, бросают вызов. У нас есть еще и веломастерская. Мы делаем любые ремонты. Есть запчасти. Мы их устанавливаем. Все гарантийные случаи у нас и мастерская. И все. И не надо ехать ни в Краснодар, ни куда-либо. Здесь же можно купить продукты местного производства. Это лавка со специями. Что-то вроде местной достопримечательности. Большинство мест на рынке сегодня это уже не прилавки, а маленькие магазинчики. Проходы широкие. Есть где отдохнуть. Но главное, что даже при уровне сервиса, несравнимом с тем, что было еще 5-7 лет назад, торг по-прежнему уместен.